Огромные толпы людей и нескончаемые очереди из желающих сделать прививку. Именно так представляли себе массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции власти Уссурийского городского округа. На импровизированных медицинских пунктах, которые были развернуты по всему Уссурийскому району, все желающие могли добровольно испытать на себе действия новой вакцины. Однако уссурийцы с недоверием отнеслись ко всеобщему призыву о введении себе неизвестного препарата. Какой укол? Зачем он мне? Я что, ненормальный? Что вы меня снимаете? Я вам разрешал, что ли? Чтобы ускорить проведение массовой вакцинации, городскими властями решено было более активно вести работу с населением по применению новой вакцины от коронавирусной инфекции. Некоторые уссурийцы не были готовы к такому заботливому шагу со стороны властей. А что происходит вообще? Скажите, пожалуйста. Чтобы исключить распространение коронавируса в Уссурийском районе, было решено организовать специальные санитарные группы, которые будут работать с населением и выявлять тех, кто по разным причинам до сих пор не обезопасил себя от опасного вируса. Да я, если честно, я в шоке. Просто понять не могу. Это что вообще? Что это такое? Я говорю, может, кота еще привьете? На самом деле, что у меня действительно все больные, что ли, ходят здесь? На одном из подобных медицинских рейдов побывал председатель исполнительного комитета Виталий Наривкин. Тебе что, трудно было самому сходить сделать прививку? Вот это видишь? Вот это продолжение твоей жизни. Как ты этого понять не можешь? Проведение подобных мероприятий по ускоренной вакцинации населения впредь будет организовано на постоянной основе. По словам Виталия Наривкина, граждане, не испытавшие на себе действия новой вакцины, не будут допущены к работе в бюджетных организациях, а также будут лишены возможности обслуживаться в госучреждениях. И мне уже не важно, болеешь ты, не болеешь. Мне не нужны больные в Приморье. Также, помимо обычных граждан, обязательной вакцинацией подлежат и госслужащие. Так, одним из активных противников применения новой вакцины являлся сотрудник полиции подполковник Алексей Андрейченко, который своими действиями ставил под угрозу эпидемиологическую ситуацию в Усссирийском районе. Почему вакцину до сих пор не сделаешь? Не собираюсь сделать вакцину. Добровольное дело. Я не болею. Мне эта вакцина нужна. А что, решили меня на иглу, что ли, посадить? Давай убираю. Я не буду ничего делать. Убедить Андрейченко испытать на себе действия нового препарата помог Виталий Наривкин. Тебе еще тоже жить надоело? Не, нормально. Я для чего этот закон издал? Нормально. Кто издал? Вот это что, по-твоему? Теперь каждому будем прививать. Кроме того, председатель напомнил, что все госслужащие, не прошедшие вакцинацию, будут в обязательном порядке отстранены от занимаемых должностей. После проведенной работы с населением, уссурийцы более охотно стали соглашаться на добровольное использование нового препарата. Благодаря новым принятым мерам по ускоренной вакцинации граждан, уссурийский район вышел на первое место по количеству сделанных прививок. Всем вакцинам обязаловка. Не хотите сами, насильно заставим. Помимо этого, Виталий Наливкин добавил, что вскоре данные меры будут действовать во всех регионах страны, в которых граждане с недоверием относятся к добровольной вакцинации в условиях опасного разгула коронавирусной инфекции.